Это связано с автомобилестроением, автобусостроением, строением катеров, кораблей, яхт, холодильников. И есть стройка, направление, которое именно связано со строительством. И я сейчас в нашем направлении, цвет нашего направления строительный Иван, в майке цвет направления индустрия. Ну, еще у нас в желтых футболках ходят стажеры, а в черных футболках уже ходят люди, которые работают. Сенсей, да, сенсей, все правильно. Шутка, конечно. Кстати, еще правильно, тут кто-то говорит дистрибуция, но дистрибуция, она у нас находится как в индустрии, так и в стройке, она не относится к свету. 10 часов, тадададам. Я с день, я предлагаю начать. Всем доброе утро еще раз. Спасибо, кто был с нами эти первые 40 минут. Многое, наверное, узнали и о компании, и о нас. Меня зовут Анна Беспалова, я менеджер по маркетингу. Расскажу вам организационные моменты и немного о площадке. Смотрите, у нас есть две возможности задать вопросы и в ходе семинара, и также после. У нас есть с вами открытый чат, это в правом углу. Можете свободно писать вопросы, которые у вас будут. И также есть наверху раздел с вопросительным знаком, называется «Вопросы». Туда также можете писать. У нас будет за кадром Андрей Дмитриев. Он обязательно ответит на все ваши вопросы. Если какие-то вопросы мы не успеем с вами проговорить в чате, либо в разделе «Вопросы», мы их проговорим голосом в конце семинара. У нас обязательно на это будет время. Я тогда по окончанию семинара обязательно делаю рассылку тем, кто у нас здесь, кто присутствует на семинаре. Также там будут и материалы по этому семинару. Позже, скорее всего, либо в четверг вечером, либо в пятницу я буду рассылать сертификаты обязательно. И если у вас также останутся или возникнут вопросы, можете мне смело ответом писать. Я обязательно передам их Алексею, Андрею и Ивану. Вот. С моей стороны все. Я тогда передаю слово, наверное, тебе, Алексей. И я здесь за кадром отключаю микрофон. Всем хорошего дня. Спасибо. Коллеги, мы всех рады приветствовать. Я, как человек в желтой строительной майке, начинаю вебинар по декоративным полам. Но на самом деле сегодня нам его будет рассказывать более... Ну так, наш технический специалист Иван Федоров. Отдаю ему слово. Иван, тебе слово. Всем привет. Ань, я надеюсь, ты на запись нажала. Начать запись, потому что запись вебинара и все видео они будут потом. Конечно. Ну все, отлично. Все, начинаем. Ну еще раз всем привет. Меня зовут Федоров Иван. Я являюсь техническим специалистом компании Зика. Сегодня мы проведем вебинар по декоративным полам. Разберем, какие покрытия можно сделать. Именно декоративные, либо не декоративные. Какие износостойкие, какие высокопрочные, какие гладкие. Это я сделал, Иван. Не переживай. Чтоб тебя было виднее. Разберем все инструменты, которые необходимы для этих полов. Как правильно нанести. Как правильно подготовить основание. Как правильно перинспектировать его. Ну и традиционно, как всегда, мы начнем, наверное, с короткого обзора про компанию Зика. И позже уже перейдем к самому. Так. Компания Зика – это международный концерт по производству строительных материалов. Количество сотрудников по всему миру у нас насчитывается более 24 тысяч человек. Мы представлены в более 100 странах, около 300 заводов. В России компания Зика работает с 2003 года. Нам уже 17 лет. Количество сотрудников насчитывается около 280 человек. По всей России у нас 6 филиалов и 10 производств. Основные производственные мощности у нас расположены в Московской области, в городе Лобня. Коротко о производствах. Вот именно про ту тему, которую мы будем сегодня обсуждать. Полы производятся в России, естественно, по швейцарской технологии. Колируются практически в любой цвет. Это полы полиуретановые, эпоксидные. Также в Лобне у нас производят добавки бетон, мембраны кровли-гидроизоляция и поликарбоксилаты. Тут коротко на небольшой наш референс на объектах, где использовались также наши полы, мембраны и все остальное, именно в большинстве случаев российского производства. На космодроме Восточный было очень много полимерных полов, тоже использовано. Ну и, естественно, и кровяных материалов. На карте представлены наши производственные складские помещения и офисы. Треугольником это у нас показаны офисные помещения, квадратиком серым это у нас производственные мощности, которые расположены у нас по всей России. Ну, в этом году, наверное, у нас не добавится ничего, но так как ситуация такая непростая в стране, в мире. Но я надеюсь, что в ближайшее время мы будем развиваться все больше и больше. Если вы будете с нами, то мы будем развиваться с вами, поверьте. И перейдем уже непосредственно к полам. Первое, что мы делаем, когда заходим на объект, мы всегда должны проверить основание. Потому что перед укладкой, перед нанесением полимерных, эпоксидных, полиуретановых полов, полиуретан-цементных полов, мы всегда должны проинспектировать основание для того, чтобы все было идеально. В первую очередь мы проверяем влажность основания. Есть три источника влажности. Это остаточная влажность, которая у нас находится именно в самой стяжке, стяжке пола, либо в бетонном основании. Влажность из бетонного основания, как я уже сказал. И влажность, когда уже у нас очень плохая гидроизоляция, и подсасывает все это либо с подвала, либо уже с земли. Спасибо, Алексей. На это стоит обращать внимание, потому что это очень важно. На влажное помещение полимерные полы мы уложить не сможем. Ни в коем случае. Потому что они в дальнейшем могут отщелкнуться и приведет к таким серьезным последствиям. Сейчас на следующем слайде я вам это покажу, что с ними произойдет. Вот здесь мы видим, что происходит из-за влажности. Основание начинает пузыриться, начинает отслаиваться. И после этого уже, естественно, никаких износостойких преимуществ у него нет. То есть он просто-напросто может сползти весь ковром 100%. Ни в коем случае на это надо обращать серьезное внимание, потому что, как я уже сказал, то, что может привести к также серьезным последствиям. Влажность основания, если его проверять при помощи специальных приборов, не должна превышать 6%. Здесь у нас на следующем слайде показано, что еще может произойти с полами. Неважно, это полимерные полы или деревянные полы, или рулонные покрытия. То есть если это полимер, как я уже сказал, то что можно снять полностью чулком весь полимер. И просто останется стяжка. Если это деревянные полы, то тогда дерево, как мы знаем, впитывает влагу. И, естественно, у нас просто-напросто оторвется либо с основанием, либо по клею, либо по дереву. Если это рулонное покрытие, линолеум, любые другие покрытия, они, естественно, тоже будут сдуваться, под ним будут образовываться неприятные запахи, плесень и все остальное. То есть влажность – это беда полов, неважно, практически в любом виде, которым мы устилаем, это проблема серьезная. Даже с плиткой, если высокая влажность, то в дальнейшем может сам клей разрушиться или сам цемент разрушиться. На это надо обращать внимание. Ну и перейдем уже непосредственно к самим приборам, какими измеряется влажность. Есть три метода проверки влажности. Это измерительный прибор в виде трамикса, то есть электрический прибор. Есть прибор методом карбидным, можно проверять на второй, сейчас секундочку, вторая фотография. И есть простой прибор. Как это все делается? Ну, электрический прибор мы просто прикладываем к основанию, и он нам показывает, какая влажность. Ну, у таких приборов есть вероятность погрешности. Карбидный метод считается самым точным методом проверки влажности основания. Как это делается, именно карбидный метод? Давайте я вам расскажу, что вы имели представление. То есть берут зубило, молоток и начинают долбить стяжку. И стараются саму стяжку, где-то примерно, вот если брать стяжку, допустим, 15 сантиметров, сантиметра на полтора углубляется и достают из этой стяжки именно сам состав. Помещают в колбу. Там есть специальный шарик, который, специальная колба с марганцовкой, если не ошибаюсь. И все это перемешивают, колба при помощи металлического шарика разбивается и показывает более точную влажность. Но не у каждого строителя есть такие приборы. Можно также еще и проверить влажность простым народным методом. Берем пленку метр на метр, обклеиваем по периметру ее скотчем, чтобы в воздух и влага не попадала под скотч. Оставляем на 24 часа, после этого смотрим. Приходим и смотрим. Если под пленкой есть влага, значит это говорит о том, что основание еще влажное. Если пленка сухая и основание не поменяло цвет под пленкой, значит это говорит о том, что основание сухое. Тремя способами можно проверить именно влажность основания. Следующий этап проверки основания это у нас температура воздуха и температура основания. Потому что влажность основания у нас может быть 4%, но температура основания может быть очень низкая. То есть при таких температурах уже наносить нельзя. То есть если температура ниже 10 градусов, 5 или 0 или минус 5, то уже не рекомендуется наносить. Некоторые делают как? Они, например, говорят, что а если мы, например, нагреем материал и нанесем его теплым? Ну, конечно, так делать нельзя, потому что само основание, оно холодное. И когда вы будете нагревать материал, после нанесения на холодное основание, естественно, материал моментально остынет. И вы не успеете его даже, ну, растянуть-то может успеете, но раскатать не успеете. И в любом случае, если это не прописано в техническом описании, таких температур, естественно, наносить тоже нельзя. И влажность. Обязательно тоже меряем влажность воздуха. Потому что если мы, например, наносим какие-то полимерные покрытия, полимерно-полиуретановые покрытия, то там влажность очень критична. И для эпоксидных материалов тоже влажность очень критична. Относительно влажность воздуха не должна составлять более 80%. Ну, в принципе, в 90%, в 99% помещений влажность всегда допустимая. Вот температура не везде у нас подлежащая, но вот влажность, насчет влажности проблем пока не было серьезных. Так, проверили влажность и переходим к проверке прочности основания. Как нам можно проверить прочности основания? Ну, в первую очередь, мы говорим про профессиональное нанесение, про профессиональные приборы. Это у нас есть такие приборы, так называемые склерометры, проверяют прочность нажатия. Рекомендуемая прочность для нанесения полимерных полов, ну, где-то не меньше 25 ньютонов. Ну, если перевести это в мегапаскаль, это где-то примерно будет, а 25, наверное, в мегапаскаль, если не ошибаюсь. Также нам надо проверить прочности отрыва. Если, например, у нас стяжка, и мы решили выровнять ее под полимерные полы, ну, к примеру, кривая очень стяжка, и ее была необходимость выровнять цементными наливными полами, именно на цементной основе, то, конечно, нам нужно проверить, какая адгезия именно у наливного пола к самой стяжке. Потому что много бывает случаев, когда очень плохая стяжка низкого качества, марки М100, и хотят при помощи этого, при помощи наливных полов, хотят из этой стяжки превратить ее в идеальную. В большинстве случаев это не получается, потому что, когда у тебя стяжка низкой марки, и ты льешь по низкомарочному составу, состав, который имеет хорошую марку, то в большинстве случаев он, при нагрузках, он начинает отщелкиваться. Естественно, нам надо проверить тоже адгезионные свойства этого состава. Иван Иван, еще можно я чуть-чуть добавлю? Очень важно, что когда вы потом в последующем используете, ну, на полимерные полы, эпоксидные, здесь нужно правильно выбирать нивелирку. Не каждая нивелирка, ну, большинство нивелирок не подойдет под последующее нанесение, ну, эпоксидных составов. Ну да, очень важно. Здесь нужно очень внимательно относиться к нивелирке, на которой вы наносите составы эпоксидные. Если вы наносите на бетонное основание, нужно относиться внимательно к прочности этого бетонного основания. И в большинстве случаев вот этот вот параметр прочность на отрыв, прочность на сжатие, ну, является критическим для нанесения эпоксидных покрытий, ну, полимерных покрытий любых. Он максимально, так скажем, часто встречается в жизни, ну, так скажем, в бытовых стяжках, промышленности. Очень много нивелирочных составов содержат. Да, все, Вань, продолжай. Спасибо. Очень много нивелирующих составов содержат в себе гипс. Гипсы с полимерными покрытиями, ну, это неприемлемо, потому что в данном случае именно в России пока у нас нет высококачественного хорошего гипса, и он не имеет такой прочности именно на сжатие и прочности на отрыв. То есть гипсы слабее, и после нанесения, возможно, будут серьезные последствия, то есть отслоение. Следующее, это у нас, мы проверяем прочность основания методом трех царапин, то есть это уже гораздо проще, не нужны специальные приборы, которые стоят немалых денег. Есть прибор, вот на картинке видно, данным прибором проверяют именно прочность основания методом трех царапин. Вот как вы здесь видите на фотографии, царапают три полосы крест-накрест и смотрят, есть ли разрушение именно в местах пересечения. То есть если нет выкрашивания, то это получается, говорит о том, что основание прочное, хорошее, на которое можно наносить. Здесь на самом приборе есть три шкалы, то есть это говорит о том, что, например, одна шкала, если я не ошибаюсь, там марка М-150, вторая марка М-250 и третья уже шкала марка М-350. Вот, и тем самым мы проверяем, какой марки бетон, или либо, ну, не марки бетона, а какой марки стяжка, и уже смотрим, можно ли наносить на данное покрытие. Вот на это основание нельзя наносить. На это основание, да, на фотографии уже нельзя наносить, потому что оно выкрашивается, и в местах пересечения там прямо углы откалываются, это говорит о том, что стяжка, основание слабое. Вот. Следующий метод, это простой народный метод, при помощи молотка мы проверяем прочность, при помощи щетки мы смотрим, также, какая у нас стяжка, если там очень много цементного молока и маленькая прочность, то, естественно, стяжка будет при помощи щетки моментально пылить. Вот. Также мы при помощи молотка еще можем проверить, и где у нас бухтит стяжка. Очень много случаев бывает, когда, например, 100 квадратов, из них 5 квадратов бухтит. Что такое бухтит? Это когда стяжка не имеет хорошего сцепления с основанием. То есть, например, бетонная плита, сверху уложили стяжку 40 мм, и плохо сцепилось, это место бухтит. Или когда, например, делаем стяжку от 10 до 3 см, ну, такая разуклонка, допустим, либо выравнивают тем самым неровности именно на самой стяжке. Тоже, где 10 см будет толщина, у нас, естественно, это будет под своим весом лежать, потому что любые стяжки, которые свыше 40-50 мм, их можно наносить без адгезионного слоя. А все стяжки, которые меньше 40 мм, там необходимо использовать обязательно адгезионный слой. Так вот, в этих местах чаще всего люди не делают адгезионный слой, а начинается именно бухтение. В дальнейшем при эксплуатации, естественно, бухтение, оно даст о себе знать, появятся трещины, возможно, появятся в дальнейшем разрушения. Вот это можно проверить, любое бухтение можно проверить при помощи молотка. Ну, также, как я и говорил изначально, склерометр тоже покажет, где стяжка бухтит, где она не бухтит. Ну, если нет склерометра, то подручные способы, без проблем можно все сделать, без каких-либо усилий. И мы можем определить при помощи молотка прямо именно точное место, где у нас бухтение. Но прочность достаточную определить молотком, нужно иметь хороший опыт, понимание. Ну да. Вот. Мы не сможем убрать цементное молочко. Да. Есть у нас пескоструйная обработка, дробеструйная, шлифовка и фрезерование. То есть это три метода... Следующий слайд. Три метода, которым можно сделать именно, убрать цементное молочко. То есть вот здесь первый рисунок, это у нас дробеструйная обработка. Второй рисунок, это у нас аппарат, это у нас фрезеровка. И третий аппарат, это у нас шлифовальная машинка. Дробеструйная обработка нам дает такую шероховатую поверхность, тем самым создает более лучшее сцепление. Фрезерование у нас тоже создает такую грубую, грубую, прямо очень поверхность на основании. В принципе, это тоже довольно-таки хорошо. Это очень хорошо для тех мест, где будет высокая механическая нагрузка. И шлифовка тоже нам... У нас снимает цементное молочко, тем самым скрывает заполнитель. И после этого тоже будут хорошие механические... Ну, будет выдерживать основание очень хорошие, высокие механические нагрузки. Вот, это три метода, которыми можно обработать стяжку. Следующее, это у нас обеспыливание поверхности. Потому что даже после того, как мы отшлифовали основание, в любом случае в порах, где-то каких-то трещинных, выбоенных у нас будет оставаться пыль. Как ни крути. Нам нужно очень тщательно, хорошо обеспылить основание для того, чтобы не было вот таких... Столько пыли на самой поверхности. Желательно это делать пылесосом, ну, либо бытовым, либо промышленным. Если, например, мы в частном домостроении решили сами сделать себе пол в гараже, то, конечно же, ну, нам нужно пропылесосить, можно, конечно, обычным пылесосом, но желательно промышленным. А если это большие, крупные объекты, то там обязательно нужны промышленные пылесосы, которые очень хорошо всасывают в себя пыль. Потому что мы можем подготовить хорошо основание, проверить влажность, проверить ровность, все сделать классно, прямо вот все четко проверить, у нас все будет хорошо, отшлифовать хорошо, либо отфрезеровать. Но если мы плохо обеспылим, то это тоже может привести к серьезным последствиям, потому что, как мы все знаем, к пыли у нас адгезия очень плохая. Даже если мы там убьем туда очень много грунтовки, проще пропылесосить, чем потом принимать какие-то рекламации. Ну, мы сейчас говорим о том, как правильно делать именно полимерные полы. И, значит, никаких там веников, никаких там щеток вообще использовать не рекомендуется. Только пылесос, промышленный пылесос, который очень хорошо всасывает в себя пыль. И, естественно, переходим именно к ремонту основания. Если у нас есть какие-то выбоины, какие-то трещины, либо у нас есть места, где бухтит поверхность. Сейчас я вам расскажу, как правильно можно отремонтировать, как правильно нужно отремонтировать эту поверхность. Если у нас есть трещины деформационные, которые постоянно имеют подвижку, то... Иван, может быть, видео запустим тогда? И ты во время видео будешь рассказывать? Я хотел все это рассказать после самих материалов. Не, а у нас ремонт. А, ну, давай, как скажешь. Ну, мы же будем говорить про ремонтные материалы. Да, да. Мы определили место, где у нас есть трещина. Оказывается, что трещина бухтящая. Не бухтящая, а деформационная. Эту трещину ни в коем случае нельзя ремонтировать жесткими составами, либо цементными, либо эпоксидными, либо какими-то другими составами. Потому что в любом случае, если она деформационная, она в дальнейшем лопнет. То есть там надо прорезать, эту трещину обязательно нужно расшить, либо прорезать. И после этого уже предпринимать какие-то меры. Либо герметизация, либо какой-то делать накладной деформационный шов. Потому что жесткими, как я уже сказал, ее отремонтировать невозможно. Если у нас трещина усадочная, тогда мы ее, естественно, прорезаем специальным оборудованием. После этого мы можем данную трещину отремонтировать либо уже готовым ремонтным составом на эпоксидной основе, либо приготовить данный ремонтный состав своими руками при помощи эпоксидки и песка отдельно. Дальше я расскажу это. И также, если, например, у нас есть какие-то бухтящие места, как я уже говорил, например, 100 квадратов, 5 квадратов у нас бухтит, то мы тоже можем чем демонтировать эти 5 квадратов и заново укладывать стяжку и ждать 28 дней или 7 дней. Мы можем это сделать все в течение суток. Как это делается, у нас, Алексей, будет на видео или этого не будет? Как правильно убрать бухтение? Будет. Как правильно убрать бухтение, я вам более подробно расскажу на видео. Какие материалы? А, инструменты еще, извините. Инструменты, которые необходимы для нанесения полимерного покрытия. Здесь все они представлены. Самый, наверное, основной, основные материалы, инструменты у нас миксер, весы, макроступы, валики гольчатые и тровель. Либо ракля, как ее называют, с зубьями для того, чтобы регулировать расход. Ну и, естественно, валик. Все остальное это уже сопутствующие средства защиты, приборы для проверки и уже там шпателя или специальные галтейки, для которых делать, при помощи которых делают плинтуса. В общем, это все уже сопутствующие материалы. Вот. Переходим уже непосредственно к самим ремонтным составам. Так как мы говорили про ремонт основания, есть готовый ремонтный состав. Это Zicadur 31 CF Normand. Двукомпонентный эпоксидный материал, клей, ремонтный состав. Смешиваются между собой компоненты А плюс компонент Б. После этого уже, после того, как трещину расшили, просто-напросто затворяем этот состав в трещину или в какую-то выбойную. И выравниваем. Через 12 часов уже можно в дальнейшем наносить какие-то полимерные покрытия. Если мы будем трещины ремонтировать цементными составами, то, во-первых, влажность надо ждать. Ну, есть, конечно, быстротвердящие цементные составы. Но, в любом случае, цементник в мелких трещинах или в мелких выбойнах будет иметь не совсем хорошую адгезию к основанию и будет в дальнейшем выкрашиваться. Это может привести к серьезным последствиям. Также можно при помощи данного материала где-то выровнять какие-то участки. Например, если это у нас лестница, лестничный марш и пару ступенек у нас сколы, то, опять же, цементником мы не сможем это сделать, а при помощи Зикадура 31 мы сможем свободно создать форму именно ступени, в дальнейшем отшлифовать через 12-ти сутки и уже наносить смело финишное покрытие для того, чтобы создать переданную форму самого лестничного марша. Также можно ремонтные составы сделать и при помощи эпоксидной смолы и кварцевого песка. У нас есть два вида эпоксидной смолы. Это Zico Primer MB, это двухкомпонентная эпоксидная грунтовка, впитывающая расход данного материала где-то примерно от 150 грамм до 600 грамм. Почему такое расхождение большое? Потому что основания стяжки бывают разной марки. Если у нас стяжка низкой марки и мы хотим ее хотя бы немножко сверху укрепить, то, естественно, расход будет очень большой, потому что сама стяжка будет впитывать в себя много материала. Если у нас стяжка хорошей марки, марки М300, если и выше, то тогда, конечно, впитываемость будет минимальной. То есть там 300 грамм на два слоя, это будет максимум, больше она не впитает в себя. И из-за этого такая градация именно по расходу. В дальнейшем на данную грунтовку мы можем уже наносить либо финишное покрытие, либо окрашивать, либо еще что-то делать, что нам необходимо. И при помощи данного материала можно сделать также ремонтный состав. Смешиваем с песком, с кварцевым 1 к 7, либо 1 к 9, получаем такой мокрый песок и уже после этого начинаем ремонтировать именно мокрый по мокрому. Ну мы видео у нас будет, как камеры ремонтировать, мы вам все расскажем. И еще одна грунтовка, это у нас Zika Flore 161 Epoxy Primer, это двухкомпонентная эпоксидная грунтовка для впитывающих и не впитывающих оснований. У данной грунтовки расход немножко поменьше, где-то от 350 до 500 грамм на метр квадратный в два слоя. Почему такой расход? Потому что сама грунтовка, если, например, праймер MB, она немножко даже проникает, она такая более жидкая, то Zika Flore 161 Epoxy Primer, он уже не имеет практически впитывающих способностей, то есть он не проникает глубоко в стяжку. Хотя на самом деле сцепление очень хорошее с прочными составами, то есть марка M300, M250, очень хорошо имеет адгезионные свойства. И после этого на данный материал можно также наносить полимерное покрытие, неважно, эпоксидное, либо полиуретановое. Также при помощи данной грунтовки можно делать и ремонт состава, как и с праймерами MB. Один к семи, либо один к девяти. Что значит один к семи, либо один к девяти? Это один килограмм эпоксидки, семь килограмм песка кварцевого. Желательно для ремонта составов кварцевый пешок смешивать, брать фракцию 0.1.0.4, либо фракцию 0.4.0.8, для того, чтобы было проще заглаживать именно само место, где мы ремонтируем. Ну и, наверное, сейчас мы просмотрим, после последнего слайда просмотрим видео, как правильно делают грунтование. Вот здесь показано, основание отшлифовано, нанесен первый слой грунта, и нанесен второй слой грунта. Здесь тоже так же основание отшлифовано, нанесен первый слой грунта и наносят второй. То есть, грунтовки можно... Ну ладно, это я расскажу на видео уже, не будем гнать. Опускать, Иван? Опускай. Подготовка основания. Хорошо. Не идет видео. Не идет. Тогда попробую грунтование сейчас запустить отсюда. На чем с грунтования тогда? Давай. Жень, что у тебя там внутри? Звук Алексея. Да, сейчас, секунду. Мы замешали два компонента. То есть, так выглядит Zika Floor 161 Epoxy Primer. Компонент A плюс компонент B смешиваем. И еще, что важно, с эпоксидными материалами, нельзя их очень долго держать именно во-первых. То есть, мы сделали состав, нам обязательно... Смешали два компонента, нам обязательно нужно их как можно быстрее раскатать. Даже вот сейчас, как через минут 25-30, в зависимости от температуры, у нас данный состав начнет подкипать прямо в ведре. Если мы разольем это все на основании, то, естественно, у нас проблемы в дальнейшем не будет. Просто раскатаем. Ну, конечно же, там не через 8 часов. Если мы в течение 40 минут раскатаем все это, то ничего не закипит. И материалы, в принципе, сохранят все свои технические данные. Вот, мы раскатываем первый слой. Сначала мы намочили валик, и после этого уже начинаем именно раскатывание бетон. У нас плашка ЦСП, она сделана из цементной песчаной стружки, тем самым мы имитируем бетонное основание. Представим, что мы ее отшлифовали, отремонтировали, то есть она ровно, идеально, без каких-либо проблем, с хорошей влажностью. И наносим первый слой грунтовки. За один раз? За какой расход, Иван, вот в этом исполнении? В этом исполнении, когда прочности хорошая, где-то примерно грамм 250 на квадратный метр. Если у вас стяжка хорошего качества, или там наливной пол, и вы наносите, и она не впитывает, то не обязательно донтовать два раза. Достаточно будет одного слоя. То есть надо смотреть именно по основанию, по впитываемости основания. Если у вас, вы нанесли, и у вас через полчаса весь грунт впитался в основание, то, конечно же, нужно обязательно нанести второй слой грунта, для того, чтобы в дальнейшем не было никаких последствий, то есть пузырей, пор или пустой. Вот здесь на второй плашке нанесено два слоя грунтовки. То есть мы видим, если, например, это внутри помещения, то это можно уже использовать как финишное покрытие. Например, в стиле лофт, когда мы делаем полы. Очень часто хотят проявить структуру бетона. Грунтовка в толстом слое, видно, что она такая мутноватая, а когда ее раскатываешь, она в любом случае прозрачная. Конечно, она немножко, не немножко, она затемнит натуральный цвет бетона, но в любом случае она будет прозрачной, то есть структуру бетона будет видно. Сейчас мы покажем, как сделать ремонт основания. Вот у нас трещина. Данная трещина у нас бухтящая. Мастер, кстати, молотком определил, видите? Да, вот видите, здесь мы определили молотком, где стяжка бухтит, где она не бухтит. После этого, что мы делаем после определения? Мы берем, четко как материал. Нет, в первую очередь мы берем, расшиваем трещины обязательно. После этого мы сверлим отверстие в самой стяжке до основания на расстоянии где-то 15-20 сантиметров, опять же, в зависимости от площади. И уже обеспыливаем, конечно же, и начинаем проливать эту стяжку для того, чтобы связались два основания между собой. Старое и новое основание гимна. Мы видим, когда вы перемешивали, он бухтный, да. Материала уйдет, на самом деле, не очень много, потому что вместо бухтения, толщина будет более-менее прозрачная, микронный. То есть там не будет такого, что у вас 10 сантиметров отслоился. Если уже сантиметр отслоился, то такую стяжку надо демонтировать. А если минимальное бухтение, то можно, на самом деле, без болезни это устранить. Алексей, почему-то видео стало. У меня идет, видимо, подтормаживает. У нас замес сейчас идет. Вот сейчас проливает. У меня часы зависли с зубилами сейчас. Сейчас попробуем. Я думаю, что у всех... Анна, подсоединись к нам тоже, пожалуйста. Для того, чтобы в дальнейшем финише слой... Идет видео. Идет, да. Доставка, где рука с часами в перчатках... Сейчас я попробую еще раз установить экран и запустить еще раз. В прошлый раз у нас всегда получалось только со второго. За один раз? За один слой, да. Сейчас, секунду. Показ экрана. Видно сейчас, Иван? Да. Проливаю. Видно, идет видео? Нет. Сейчас не идет. А на чем остановилось? Не идет, но... Сейчас проливается... Сейчас давай перемотаю на пролив. Вот сейчас проливаю. Давай перемотаем, где мы зубилом. Начинаем зашивать трещины. Угу. Вот это нормально? Плесосят сейчас. Нет ничего пока. Все стоит. У меня видео стоит. Может быть, попробовать заново, Леша? Открепи, пожалуйста, и заново его начни. Оно даже не прошло ни секунды. Висит. Пробую заново. Друзья, извините, у нас небольшие технические неполадки. Так как мы все практически находимся на... Сейчас запустил. Да, сейчас все запустилось видео. То есть мы расшили трещины, как я уже сказал, просверлили отверстие для того, чтобы пролить нам все трещины. И начинаем в дальнейшем смешивать материалы компонент А с компонентом В при помощи миксера. Миксер необходимо использовать без... Чтобы обороты были не более 300-500 оборотов. Для того, чтобы не было очень много пузырей. Не создавалось в самом материале пористо... Много пузырей, потому что в дальнейшем это очень тяжело выкатывать именно валиком. Алексей, опять остановилось все. У меня идет. Отлично. Ну, ты посмотрел? А мы нет. Сейчас, секунду, я попробую еще разок запустить. Просто у Алексея на даче очень жарко и... Секунду. Ну ладно, скоро буду выступать на новой платформе, там, я надеюсь, все будет хорошо. Видно? Не будет ничего виснуть. Меня видно, тебя, Аня, не видно. А видео не видно? Видео не видно. Еще хочу поделиться то, что наконец-то открыли парикмахерский. Я подстригся. Выглядит и стал более моложе. Прямо я очень был рад посетить. Сейчас, Иван. Экран черный. Черный экран. Ладно, не будем мучить людей. Нет, у меня идет, Иван, проливается сейчас праймер в эти... Ну, хорошо. Если все видят, то... Я это видео видел. Мне нет необходимости на него посмотреть. Теперь висит. Теперь висит. Давайте тогда перейдем дальше. Проливается этим праймером. Ладно, не будем мучить. Да, мы проливаем все трети, которые у нас есть, проливаем праймером, пока они не заполнятся 100%. После этого уже мы просто... Эти тречины при помощи кварцевого песка и самого эпоксидного материала. Как я уже говорил, делаем ремонт и состав. Мокрый по мокрому. То есть сначала наносим кистью жидкую грунтовку. После этого уже смешиваем с песком и ремонтируем. Вот. И в дальнейшем, через 23 часа, мы можем уже наносить какие-то покрытия. Не важно, это полимерное покрытие будет или паркетная доска. То есть уже можно полностью эксплуатировать. Потому что стяжка у нас сцепилась. Все трещины отремонтировали. Они уже не бухтят. Они уже считаются не деформационными. И после этого уже можно нагружать и эксплуатировать полностью. Переходим уже непосредственно к самим декоративным полам. Мы сегодня разберем несколько типов систем. Поговорим про материалы, которые именно в линейке Zika Home. Так, у компании Zika, конечно, очень много материалов эпоксидных, полимерных, полиуретановых, полиуретанцементных. При помощи которых можно исполнить наливные полы. Но мы поговорим сегодня про декоративные и именно про ту линейку, которая у нас есть в линейке Zika Home. В первую очередь мы расскажем про окрасочную систему, как правильно ее сделать. Во вторую мы расскажем про наливные полы толщиной от 1,5 до 3 мм, либо до 5 мм. Декоративные полимерные полы с чипсами. И высоконаполненные именно кварцевым песком, либо песком цветным. Неважно, кто как хочет. Вот. Есть разные степени нагрузок. То есть, есть слабая нагрузка. Это у нас жилые квартиры, частные дома, гостиницы и больничные палаты. Гаражи, где... Ну, именно гаражи, именно про частные мы говорим. Вот. Где есть слабые нагрузки. То есть, там одни системы, где есть умеренная нагрузка. Это не коммерческие, не жилые коммерческие офисные помещения, торговые площадки, парковки, гаражи. Опять же, там не на одну машину, не на две, а на 20-30 машин. Вот. Какие-то спортивные сооружения, технические специальные помещения, различных учреждений. Вот. Там уже, конечно, нужны требования совсем другие. Там уже полы нужно подбирать именно по нагрузкам. Ну, про высокие нагрузки мы сегодня говорить не будем, так как этих продуктов нет в линейке Zika Home. Поговорим именно про слабую и про умеренную нагрузку. Где какие системы можно использовать и нужно использовать. А где нельзя использовать, например, некоторые системы. Из чего состоит у нас вообще полимерный пол? Полимерный пол. Это, в первую очередь, как создать полимерный пол. В первую очередь, нам нужно бетонное основание, прочное основание, на которое мы наносим грунт. Потом либо мы наносим промежуточный слой, либо мы оставляем его уже основным слоем. Либо он будет окрасочный, либо высоко наполненный, либо с толщиной от полу до трех миллиметров. И следующий может быть слой после промежуточного, это финишный слой. Либо это лак, либо это какой-то защитный слой, либо это слой для того, чтобы можно было использовать полы снаружи помещения. То есть, так как эпоксид у нас не ультрафиолетостойкий, он пожелтеет при эксплуатации на улице. Его, естественно, нужно запечатывать лаком, который ультрафиолетостойкий, для того, чтобы цвет не поменялся. То есть, это и есть финишное покрытие. Либо для того, чтобы запечатать песок, кварцу, допустим, когда мы присыпались, сделать шероховатую поверхность. Для того, чтобы создать разную степень шероховатости. Но это позже мы все расскажу вам. По конструкции пола. Это у нас тонкослойные пропиточные материалы есть. Это именно окрасочная система, тонкослойно-пропиточная. Система до 1 мм, она тоже считается окрасочной системой. Наливные толщиной от 1,5 до 3 мм. Это уже именно считается наливными полами. И высоконаполненные – это уже полы, которые присыпаются кварцем, песком. Ну, либо специальные полы. Но сегодня мы поговорим о высоконаполненных, которые именно с кварцем, песком. Тонкослойное красочное полимерное покрытие. Толщина максимально у нас от 0,1 до 0,5 мм. Расход будет где-то максимально 500 грамм – это два слоя. В чем плюсы данного покрытия? То, что простота применений. Любой частник может при помощи валика и бюгеля и палки нанести этот материал хоть на основании в гараже, хоть в каких-то бытовых своих помещениях, где, например, котельная или какие-то подсобные помещения. Сделать себе пол красивый, разного цвета, если есть необходимость, цвет на выбор. Но при помощи материала ZicoFlor 2530, но только пол будет окрасочный. То есть он не будет ни наливной, ни высоконаполненный, ни до 1 мм. Потому что материал 2530, он только для окраски. Тонкослойное пропиточное материал. Чуть дальше я про него расскажу, в чем его преимущества. Применение данных систем, я как уже говорил, то есть какие-то технические помещения, гаражи, котельные, где есть невысокая механическая нагрузка. Следующая система, это у нас окрасочное полимерное покрытие толщиной до 1 мм. То есть здесь мы уже используем, как тут на рисунке показано, грунтовка. В большинстве случаев эпоксидная она идет, либо полиуретановая. И уже слой будет у нас от... Толщина слоя будет от 250 грамм до 600 грамм. То есть это уже получается, напольное покрытие такое уже имеет хорошую износостойкость. Конечно, меньше, чем на ревной пол. Но в любом случае также износостойкость будет гораздо выше, чем у тонкослойного окрасочного покрытия. То есть тут уже толщина до миллиметра. Это говорит о том, что нагрузки будут выдерживаться гораздо серьезнее. Опять же, простота в применении, простота в нанесении. То есть нанесли валиком два грунта. Первый слой ZicoFloor 161. Второй слой мы нанесли ZicoFloor 264 Epoxy Coat. Это уже эпоксидная смола. Именно она может исполняться в разных цветах. Неважно, по линейке ралов можно заказать любой цвет. Также можно сделать при помощи этих материалов и разметку, если есть такая необходимость. Можно использовать также в гаражах, в каких-то технических сооружениях, котельных, в помещениях, где просто, допустим, кладовка. Также можно использовать и на складах, если там нет высокой механической нагрузки. То есть если там постоянно у нас не носятся кары, не заезжают грузовики, то там можно использовать. Где, например, используют рохли, то без проблем можно наносить окрасочный слой до одного миллиметра и будет долго-долго служить эти полы. На самом деле срок службы эпоксидных полов при правильном подборе, при правильной эксплуатации достигает до 30 лет. То есть они ремонтопригодны, они легко восстанавливаются. То есть мы можем просто свободно в дальнейшем, у нас где-то в одном участке пол износился сильно. Мы просто взяли опять такой же эпоксидный пол, накатали валиком и все. И через 8-24 часа мы можем уже в дальнейшем опять эксплуатировать эти полы без каких-либо проблем. Также эти полы, как я уже говорил, ремонтопригодны, очень просто и легко их отремонтировать. Если, например, плитку на складе, конечно же, нельзя сделать, если, например, сделаны на складе, на складском помещении какие-то материалы в виде цементных составов, так называемые топпинги, если топпинг потрещал, то, конечно же, его можно отремонтировать при помощи эпоксидных составов. А вот если топпинг уже сам по себе раскрашивается, ну не топпинг, допустим, берем бетонное основание, то, конечно же, его не отремонтировать именно, тяжело будет отремонтировать именно ремонтом составов на цементной основе, а только эпоксидный. Вот в этом и простота самого материала зиков, ну именно эпоксидных полов. Следующее это у нас наливные полимерные покрытия, это уже толщина от полутора до трех миллиметров, тут расход, конечно же, гораздо выше. Такие покрытия могут быть как однотонные, вот здесь на видео вы можете увидеть у нас исполнение на образце пола наливного толщиной, два миллиметра, вот первый слой грунтовочный, второй слой уже наливной идет, именно два миллиметра. Он может быть разными цветами, вот как мы видим, вот один цвет. Серенький такой. Свет уже такой более бежевый, да, это разные цвета, то есть есть очень большое количество цветов, которые можно исполнить по линейке РАЛФ. Вот есть такой, такой цвет, уже более такой желтоватый, бежевый. Можно исполнить несколько видов цветов, какой вы только захотите, в общем, практически. Его можно покрыть, данное сверху, если есть необходимость использовать его на улице, то можно покрыть лаком специально ультрафиолетово-стойким, либо, если это внутри помещения, можно оставить чистым видео, он будет глянцевый, красивый, эстетически выглядит пол, в принципе, без каких-либо дополнительных манипуляций. В чем плюсы данного пола? То есть это высокая децостойкость, отличные химические характеристики, удобство за уходом пола. И, естественно, будет эстетически выглядеть очень хорошо. Где используются также склады, офисы, гаражи, парковки, квартиры, дома, там, бани, сауны, подсобное помещение. Где есть необходимость сделать красивый пол, можно сделать на ревной. Также, если есть желание задекорировать его, можно задекорировать чипсами. Специальные чипсы, которые могут выглядеть по-разному, миксовка может быть любая. Вот здесь тоже на фотографии, на видео видно, я вам показываю то, что может быть либо разная присыпка чипсами, либо разные чипсы сами по себе, то есть по цвету. И, естественно, присыпка тоже может быть разной. Дальше на видео я вам расскажу и покажу, как это все выглядит. И переходим к следующей системе. Это у нас система уже высоко наполненная, которая присыпается именно кварцем песком. То есть толщина данных системы это от 3 до 5 мм. Сверху обязательно нужно запечатать песок. Вот здесь на образце, я вам сейчас покажу, здесь у нас песок не запечатанный. То есть это пустой песок, именно толщина 3 мм. Вот на этом образце более лучше видно. Толщина 3 мм. Песок не запечатанный. А вот на этом образце уже песок у нас запечатанный. Здесь тоже толщина где-то 4 мм получается. Но сверху уже нанесен защитный слой для того, чтобы песок не выкрашивался. Вообще песок без запечатки не оставлять, так как он в дальнейшем при эксплуатации может выкрашиваться. И в принципе выглядит довольно-таки некрасиво. Песок может быть по фракции разный. От 0,6 до любой фракции. Как выглядят вообще пески разных фракций? Алексей, можно взять на большой экран? Да, секунду. Сделал? Вот, видим на фотографии, ой, на видео, то, что вот здесь у нас находятся пески кварцевые, не цветные, разных фракций. Вот первые две колонки. А здесь уже у нас пошли пески цветные, разной фракции, то есть какие только угодно. Сейчас можно подобрать, сейчас довольно-таки обширная линейка цветов различных. Вот, мы видим то, что различные цвета, различные фракции, разная миксовка может быть без проблем. То есть, что захотите, то и сделаем. В данной ситуации, нынешней, у нас очень большой выбор различных песков. Алексей. А, извиняюсь вам. Попробуй сам сейчас, я пытался закачивать файлы. Я в подвесе. Вот. Где используется данное покрытие? В большинстве случаев их используют для помещений, где есть высокая механическая нагрузка. То есть, это паркинги, это входные зоны, какие-то гаражи. Это гаражи, где уже есть высокая нагрузка, то есть автомобильная, где используют машины с шипами, складские помещения, какие-то пешеходные переходы. Ну, очень много помещений, где есть высокая механическая нагрузка. Так как полы уже считаются высоконаполненными, тем самым песок у нас позволяет, чтобы материал не имел быстрой стираемости. Вот. Используются в данной системе материалы Zika Floor 161 Epoxy Primer, Zika Floor 264 Epoxy Coat и кварцевый песок. Вот. И перейдем уже непосредственно к самим материалам. Zika Floor 264 Epoxy Coat – это двухкомпонентный эпоксидный материал для основания. Он уже наносится на грунтовку, на Zika Floor 161. Цвет, как я уже говорил, можно подобрать практически любой по линии киралов. В чем плюс данного материала? То, что в первую очередь очень хорошая пигментация, то есть попадание в цвет 100%. То есть это эпоксидный состав. Он имеет очень высокую износостойкость, очень высокую химическую, механическую стойкость. Не содержит растворителей. Можно наносить как внутри помещений, так и снаружи помещений. Но если мы говорим про применение снаружи помещения, нам необходимо, конечно, использовать сюда лак ультрафиолета стойки. Так как материал не имеет стойкости к ультрафиолету. Вот. Можно при помощи данного материала делать как окрасочные системы, так и наливные системы, так и высоконаполненные системы. Как я говорил, цвет уже может быть различным. Следующий материал это... А, и хотел вам показать именно применение, как выглядят полы после нанесения. То есть вот, как я уже говорил, парковки, жилые помещения, какие-то склады, лестничные марши можно свободно окрасить и разными цветами присыпать, задекорировать чипсами. Гаражи, офисные помещения, парковки. На парковке мы можем сделать декоративные полы, можем сделать шероховатые полы. Кому как удобно, кому как красивее. Сейчас мы вам покажем видео, которое прокомментирую. Там именно сам процесс нанесения, как правильно делать, как правильно наносить. И разные методы. То есть там будут показаны декоративные полы и высоконаполненные, и гладкие. Иван, замешивание. Открываю. Сейчас, секунду. Ты его сначала поставь, Алексей. Я уже поставил сначала. Не идет. У меня идет сейчас, секунду еще раз. Перед использованием обязательно компонент А перемешиваем. Сейчас банк. Компонент А это тот, который колерован. Звук, Алексей, выключи, пожалуйста. А это какой материал ты сейчас поставишь? Есть. То есть перед нанесением мы всегда обязательно перемешиваем компонент А. Так как в зависимости от транспортировки, в зависимости от условий, возможно, там небольшой будет осадок, и обязательно нужно перемешать между собой. После этого мы отвешиваем именно ту часовку, тот вес, который нам необходим для нанесения определенной площади. Если мы делаем большие площади, то мы один к одному смешиваем, то есть банка в банку, и после этого уже наносим. Ну, так как у нас образцы маленькие, мы просто взяли, посвесили 2 кг, для того, чтобы вам показать, как это правильно нанесено. Перемешивание необходимо производить в течение 3 минут, для того, чтобы компонентки хорошо смешались. В зависимости от основания, так как? Вот тут мы именно 3 минуты перемешиваем. Ну, у вас грунтованная такая? Нет, меньше, Иван. Да, ну, грампы. Катролик сделал лишь 2 минуты, Гобки. Значит, потрезвый немножко. Ну, в любом случае, это правильно. Лучше перемешать хорошо, качественно, чем потом в дальнейшем просто шпателем собрать. Отмыть инструмент после перемешивания можно растворителем, 666, такой есть. Свободно отмывается. Если же уже материал затвердел на венчике, там, либо на ракле, либо на шпателе, то, конечно, его будет тяжело убрать, ну, можно обжечь, либо пользоваться дальше, так как он затвердел, у него очень хорошая адгезия к металлу. Наливной не идет, Ань? У меня нет. У меня тоже не идет. Все, ты давай попробуем образцы. Образцы тоже не идут. Нет, подожди, образцы идут. Он проматывает, Алексей. Давай начнем с первого ролика, который ты назвал. Давай я попробую, который образцы готовы. Наливной. Давай, шестой. Давай, секунду, я сейчас его поставлю. Давай, попробуй ты. Секунду. На этом ролике разные варианты. Аня, звук выключи, пожалуйста. Ну, Кань, выключи, пожалуйста. Да, он выключил. Да, этот образец выключен. Нет, с ученой, у меня идет. Прозрачной грунтовкой Zika 161. Так, у меня на видео звук выключи, пожалуйста. Я выключил, Иван. Я выключил. Здесь у меня первый слой грунтовочный, основание шлифовано. Что нужно сделать, Иван? Звук выключить на видео нужно, и все. У меня он выключен. Да? А как? У меня почему-то идет. Я нажимаю на play или нет? Нет. Давайте попробуйте кто-нибудь один сначала. Так это иди. У меня ничего сейчас не происходит. Я остановила видео, выключила звук. У тебя идет видео? Нет, у меня он остановлен. Давай сейчас попробуем сначала и без звука. У меня тоже не идет, Иван. Ребят, мы очень глубочайшее прочим, прощения. У меня идет видеоролик. У вас идет? Звуком идет у меня, только звук надо отключить. Но ты можешь из себя курсором отключить. Нет, а у ребят, которые смотрят, что мы можем сделать. Но у меня он выключен. Хорошо, я буду комментировать, чтобы мне не совсем хорошо комментировать. Здесь у нас показано покрытие, про которое я говорю, то, что его можно использовать уже как финишное. То есть это можно использовать как стиле лофт, двух, два материала, либо Zika Floor 161, либо Zika Floor, Zika Primer MB. То есть она сделана без проблем, но только, опять же, как я говорил, уже внутри помещения, потому что данные материалы не имеют ее в стойкости. И можем сделать также еще и декоративные полы, которые мы в дальнейшем покажем. Следующий образец. То есть видите, да, насколько, в принципе, ровно выглядит. При помощи Zika Floor. При помощи Zika Floor 254 мы можем сделать декоративные полы. Такие переливающиеся, есть даже видеоролики, где обучают правильности именно такие полы. Тут здесь необходимо комбинировать несколько цветов, то есть черный, серый, коричневый. Перемешиваются и уже потом разливаются в разных инфраструкциях. И после этого уже здесь дают затвердеть. Также можно сделать образец за спиной, где полы тоже довольно-таки красивые, в виде морской волны, где используют тоже несколько цветов, они между собой переливались и получались вот такие декоративные рисунки довольно-таки красивые, которые можно установить также в любом помещении, ванной, комнате, душевая кабина, либо в самой квартире можно сделать. И есть еще один метод применения, практически не один метод применения, а то же смешание цветов. И в дальнейшем получаются уже в дальнейшем красивые полы, в виде розочек, сейчас на следующем образце. Исполняют это все, как делать, показано, продемонстрировано. При помощи наших материалов я расскажу уже на самом вебинаре. И еще, если вдруг не отключать, то воздвоение идет, ребят, вы как отключили звук? Напишите, как вам все делать на основании, то есть на полу. Продолжая, Иван, тогда говори. Тоже сделано из декоративных, ну и последний, в принципе, образец наш, ну, их, конечно, можно сделать гораздо больше, там разные виды, кто как хочет. Но мы сделали еще такой образец в виде розочек. То есть полы, очень такие в виде лепестков роз, сверху, куда смотришь, тоже выглядит довольно красиво. Ну, если кто захочет сделать лепестки красными, то надо, конечно, постараться. Это очень тяжело. Но на самом деле это, наверное, даже будет невозможно сделать, красные лепестки. Вот. То есть мы вам показали несколько видов полов. При помощи ZikaFlor 24 можно исполнить эти все полы системы. Аня, запусти, пожалуйста, с экрана теперь видео, которое называется 8264 покраска. У тебя он вроде должен работать. Ань, ты с нами? Да, я здесь, он не пойдет. Попробуем наливной. Попробуй с десятой наливной запустить из вебинара. Секунду, он идет. Я сейчас отключу звук и запущу. Попробуй. Так, десятый, секунду. Давай попробую с рабочего стола, потому что он не хочет отсюда загружаться. А где он у тебя не идет, ты говорила? Я думаю, надо будет повторить этот вебинар, там, не знаю, в ближайшее время, для того, чтобы люди смогли посмотреть все видео загруженные уже, и заново это все сделать. Но это мое предложение. Ань, видно? Но он не идет. Леш, он записан с какой-то ошибкой. Он не открывается, да. Нет, нет, он не пойдет. Тогда, коллеги, мы глубочайше просим прощения. Хотя давайте я попробую, вдруг у меня получится. Я боюсь, что не пойдет. Но я сейчас попробую запустить. Не пойдет, значит, не пойдет. Вот сейчас видно? Ну, у меня идет видео. Комментируй тогда, Иван. Это видео называется покрасочный. Сейчас мы будем красить. Ну, это видео, да, окрасочный слой. Мы говорим о том, мы уже обговаривали эти процессы все. То есть у нас нанесен первый слой грунтовки. В принципе, выглядит он довольно-таки неплохо. И мы в дальнейшем уже наносим окрасочный слой. Как это делается? Также смешиваются два компонента между собой. Компонент А плюс компонент Б. И уже начинаем при помощи валика, бюгеля, начинаем раскатывать данный материал. У меня видео встало, Алексей. У меня идет. Отлично. Еще у кого идет? Аня, у тебя идет видео? Нет, он завис на пятой секунде. Попробую другое видео запустить. Чипсы. Чипсы видно? Нет. Иван? Нет. Все, все тогда, не идет у нас. А у нас вообще какое-то видео с файлов грузится, нет? Нет. Отлично. Тогда завершаем наш сегодняшний вебинар. Нет, у нас еще есть... Есть еще материалы, два материала, про которые мы не рассказали. Давайте хотя бы про них расскажу. Давай. Я вернулся. Да, вот. Ну, про полимерные полы мы посмотрели видео шикарное. Мы поговорили, как это правильно наносится, как это правильно исполнить. Давайте еще раз повторюсь. То есть, Zika Floor 264, epoxy coat, может быть практически любого цвета. То есть, по линейке RAL. Можно использовать как в частном применении, так и в промышленном уже какие-то там склады, парковки, входные зоны, гаражи, где есть высокие нагрузки. То есть, они могут быть наливными полами, как вот на этой фотографии мы видим. Вот здесь наливной пол. Они могут быть декоративные с чипсами. Также мы можем при помощи этих полов делать лестничные марши, окрасочные разного цвета. То есть, как мы захотим, присыпанные декоративными чипсами. Как я уже говорил, наливные могут использоваться в гаражах, в частных, без присыпки песка. В офисных помещениях, чтобы выглядело эстетически красиво. То есть, например, не плитка, а цельное полотно, которое абсолютно идеально выглядит. Можно поставить глянцевый, можно нанести матовый лак. И парковки. Системы могут быть на парковках шероховатые, гладкие, в зависимости от эксплуатации. То есть, в принципе, применение довольно-таки обширное, где используются данные полы. На нанесение их, если руки растут из того места, то нанесение, в принципе, не такое уж и сложное. Можно свободно, например, окрасить полы, присыпать чипсами своими руками без проблем. Там гараж, если это частный. То есть, отшлифовать и нанести. Цвет также можно, как я говорил, уже выбрать любой. Ну, если уже наливные полы, там, конечно, нужны специальные инструменты. То есть, для того, чтобы создать толщину слоя, именно ту, которая необходима. Для экономии делают как? Берут эпоксидную смолу, либо полиуретановую. Смешивают ее с кварцем, песком в фракции 0,1-0,4. То есть, такая уже, как пыль. Для того, чтобы увеличить дозастойкость и уменьшить расход самой эпоксидной смолы. Песок оседает на дно, смола поднимается наверх. И эстетически выглядит абсолютно так же, как и чисто смола мы льем. Но тут еще экономия, как я говорил, уже в первую очередь денег, расхода. И, в принципе, нисколько не влияет на технические характеристики самого пола. Выглядит абсолютно так же. Ну, это уже разные моменты. Это именно в наливные полы добавлять можно. В окрасочные полы мы можем либо использовать декоративные чипсы, либо оставить цвет, какой есть изначально, то есть, какой мы заколировали, такой он и останется. Либо кварцевым песком цветным, если есть такая необходимость, под шубу. Либо оставить в таком виде переразбаном, как вот просто кварцевый песок, как вот здесь на фотографии показано. И ничем не запечатывать. Либо мы можем сделать высоконаполненную систему. Это у нас тоже с кварцевым песком, только у нас уже шероховатая поверхность. Вот мы видим, что она имеет шероховатость. Но шероховатости могут быть разные. То есть, вот здесь, например, два образца, степень шероховатости у них разная. Даже, наверное, на видео вы видите то, что вам, наверное, так прямо не совсем видно хорошо. Но на видео, вот на образцах видно то, что степень шероховатости у них разная. У этого образца выше степень шероховатости, у этого образца меньше степень шероховатости. Вот. Продолжим. Давай попробуем. Иван, у нас ролик по чипсам, он идет. Я проверила. Давай, может быть, покажем или уже не будем? Ну, давай, давай, если есть возможность, конечно, покажем. Давай, он у меня должен запустить. Запускай. Да, он идет. Да, у нас есть. Учезду, пожалуйста. Задекорировать как-то наше покрытие, чтобы оно было не одного цвета, а можем использовать декоративный чипсам. Мне кажется, Иван, попей водички, ты там говоришь. Есть там одного цвета. Мы сейчас сделаем, снимаем вот это. Вот это вот. Они золотые. И они есть разные. У меня все новелы. А, пошел. Разными видами чипсов. Сначала мы возьмем эти чипсы. Мне кажется, это не очень будет качественно, потому что они будут более белые. Я так понимаю, звук сейчас у всех пропал. Да. А у меня вообще видео отключилось. Смотри, руку-руку надо снять. Вот пошло сейчас в видео. Со звуком? Да. Вот сейчас без звука. Ладно, в любом случае, если без звука, я сейчас вам буду рассказывать. Чипсы присыпаются. Есть несколько способов присыпки чипсами. То есть, можно чипсы присыпать на наливной пол, уже 2 миллиметра. Можно присыпать на красочные. В данном случае у нас пол наливной, 2 миллиметра. Мы присыпаем декоративными чипсами. Есть несколько степеней присыпки. Есть несколько... Многость степеней присыпки. То есть, 50%, 25% и сплошная присыпка. В гаражах, на речи, смартфонах. Ну, высота присыпки, да. Коридора. Сейчас мы делаем двумя видами чипсов. Они нисколько не отличаются по составу. Просто по цвету они разные. А так, комбинировать чипсы можно в любые, какие мы только захотим цвета. Сейчас это тоже довольно-таки доступно. Чипсы ни в коем случае нельзя взять в руку и просто комком кинуть на поверхность. Потому что они не распределятся и будут выглядеть довольно-таки красиво. Чипсы нужно с определенной высоты, примерно выше полтора метра, раскидывать, чтобы они равномерно ложились на всю поверхность. Вот здесь вот видно, как блестят. Есть, я как говорил, уже несколько степеней присыпки. То есть, сплошная присыпка полностью. Зелёным, как наёмки. Чипсами, чтобы даже не было видно основания. Есть степень присыпки 50% и степень присыпки от 30% до 20%. Можно перемешать? Это такая мелкая присыпка. Ну, не сплошная присыпка. Вот как здесь примерно, вот такого, так будет выглядеть 20% до 20%. Можно смешивать чипсы в разных пропорциях. А можно меньше или больше насыпать? Можно. Сейчас мы покажем разные степени именно нанесения. Вот сейчас я показываю, как присыпать чипсы сплошняком. Это прям под шубу засыпаешь, да? 100% засыпка. Да, то есть, вот мы видим уголок здесь. Полностью мы просыпали всё. А как она будет выглядеть в конечном итоге? В конечном итоге пока не хорошо. Вот мы видим, что чипсы на поверхности просто напросто лежат. Потом их сметают. И, естественно, наносят уже защитный лак. Вообще, чипсы не рекомендуется оставлять их без защитного лака. Так как это нисхоже не повлияет на механизм, это зависит от дизайна. Только в любом случае они будут стираться гораздо быстрее, чем самая подсыпка. Финишный слой какой-то должен быть на это или можно оставить таким образом? Нет, чипсы нужно обязательно закрывать финишным слоем. То есть лаком, матовым лаком, либо глянцевым лаком. Вот здесь вы, наверное, видите, что три степени экрессива. Здесь 50%. Здесь 30%, 25%. Здесь чуть поменьше. Здесь другие чипсы, просто другой цвет. И два вида, два цвета чипсов мы нанесли. Это сам продукт, а вот эти? Некоторые, конечно, рекомендуют оставлять чипсы незапечатанные. Между собой их можно тоже перемешать. В любом случае, конечно, можно оставить, если там эксплуатация, например, какое-то котельное или какое-то подсобное помещение. Но если это гараж, то, конечно, нужно запечатать чипсы дополнительным лаком. У нас остался один ролик, это балкон. Он работает? Балкон позже. Нет, балкон позже. Сейчас мы перейдем к презентации. Перейдем к следующим двум продуктам. У нас последние остались. Это у нас Zika Floor 2530. Это у нас эпоксидный материал на водной основе. Он одновременно является два в одном. То есть он является и грунтом, и финишным покрытием. Первый слой мы наносим в виде грунта валиком. Второй слой мы наносим в виде финишного покрытия тоже так же валиком. Этот состав нельзя сделать наливным, то есть 2-3 мм, либо до миллиметра. Он тонкослойный, пропитывающий материал, который тоже цветной. Используется, как я уже говорил, в гаражах, в подсобных помещениях, в частных, в коридорах, если есть такая необходимость. Много кто делал офисное помещение, так же лестничные марши при помощи данного материала. В чем еще плюс, то что он имеет глубокое впитываемое, глубокое проникновение, как считается, если мы рассматриваем ее как грунтовку. Потому что данный материал можно разбавить с водой, где-то примерно до 5% воды можно дозировать именно в грунтовочный слой. И тем самым хорошее проникновение будет именно в стяжку. Ну вот тут у нас, конечно, был ролик, где мы показывали, как правильно носить в гараже данный материал при помощи нивелирующих составов. Сначала мы выровняли поверхность, потом уже в дальнейшем окрасили 25-30 два слоя, и получилось довольно-таки красиво. Ну, как я и говорил, подсобное помещение, либо какие-то минимальные помещения, где есть механическая нагрузка самая минимальная, которую можно вообще... Вот. И следующий материал это ZicoFlor 400 эластик. Это однокомпонентно-цветное, высокоэластичное полиуретановое покрытие. Где использовать данное покрытие? В частном строительстве это в большинстве случаев балконы, для того, чтобы, например, если уложена плитка, не снимать плитку прямо, можно на плитку укладывать, так как материал эластичный. Он стойкий к ультрафиолету, его можно также задекорировать чипсами, если есть такая необходимость. По эластичности на видео мы увидим, насколько все-таки он выдерживает высокие деформации. Так, конечно, 400 эластик нельзя использовать в гаражах, потому что, на самом деле, если мы заедем на машине с шипами, то это будет не совсем правильно на эластичное покрытие. Ну, сейчас на видео мы увидим, как правильно пользоваться этим материалом. В чем его удобство? То, что он однокомпонентный, открыли, раскатали валиком, либо нанесли шпателем, и в дальнейшем уже эксплуатируем после 12 часов, 24 часов. Аня, можем включить видео-то? Вот этот самый балкон. Ну, на видео сейчас будет видно. Аня, 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 А вот. Советы для частного строительства и ремонта от компании Zika. Zika Floor 400N Elastic. Как быстро и просто обеспечить надежную защиту и гидроизоляцию пола на открытой террасе или балконе. Компания Zika – лидер на рынке строительных материалов для профессионального и частного строительства и ремонта. Если вы хотите, чтобы бетонные конструкции прослужили вам долго, то необходимо обеспечить их защиту от воздействия воды. Бетонные основания открытых балконов и террас – не исключение. Из-за осадков на их поверхности постоянно скапливается вода, которая в процессе многократного повторения цикла замерзания и оттаивания приводит к их структурному разрушению. Обеспечить защиту бетонного основания от воды и придать ему красивый внешний вид вам поможет полиуретановое покрытие Zika Floor 400N Elastic. Это простая в применении однокомпонентная мастика, для нанесения которой не потребуются специальные навыки, профессиональные инструменты и серьезная подготовка основания. После отверждения полиуретановый состав создает прочное, эластичное водонепроницаемое покрытие, которому не страшны ни дождь, ни снег, ни перепады температур или воздействия прямых солнечных лучей. Спектр основания, на которые можно наносить Zika Floor 400N Elastic, весьма широк. Это могут быть бетон, цементно-песчаная стяжка, фанера, ОСБ-плиты, цементно-стружечные или асбоцементные листы. Благодаря своему химическому составу покрытие Zika Floor 400N Elastic обладает отличной стойкостью к истиранию и выцветанию. Такому покрытию можно придать дополнительные противоскользящие свойства, добавив немного кварцевого песка. Кроме того, материал высоко оценят дизайнеры. Имеется 30 различных цветов. Прежде чем приступить к нанесению покрытия Zika Floor 400N Elastic, стоит уделить немного внимания основанию. Необходимо зачистить его от отслоений, удалить пятна грязи, масла и жира, защитить малярной лентой места примыкания к стенам и опорам ограждения, а также убедиться, что основание достаточно сухое. Состав можно просто нанести поверх старой керамической плитки и других ранее уложенных покрытий, что позволит полностью восстановить гидроизоляцию конструкции без демонтажа существующего покрытия и стяжки. Таким образом можно существенно снизить финансовые и временные затраты. Обратите внимание на то, что перед использованием Zika Floor 400N Elastic нужно перемешать. Это необходимо для того, чтобы восстановить однородную консистенцию, так как во время хранения на дне банки может образоваться небольшой осадок. Перемешивайте состав низкоскоростным миксером не более 2-3 минут. Например, шу... Например, шу... ...восстановить гидроизоляцию конструкции без демонтажа существует... ...стойный эластик нужно перемешать. Да, Алексей, я в последние 3 минуты ничего не нажимаю. А также то, что оно не порвется при локальном растяжении на швах, трещинах и примыканиях. Такие качества Zika Floor 400N Elastic будет выступать также в качестве крови. Секунду, я сейчас попробую. Алексей, пожалуйста, ничего не нажимай. А он не нажимал для нас. Подождите, я запускаю дальше. ...и временные затраты. Обратите внимание к стенам и опорам ограждения... ...секундукание к стенам и опорам ограждения, а также убедиться, что основание достаточно сухое. Алексей, убери, пожалуйста, курсор с рульком. Можно просто нанести поверх старой керамической плитки и других ранее... ...печить надежную защиту и гидроизоляцию пола на открытой террасе или балконе. Да, это мой курсор был. ...печить надежную защиту и гидроизоляцию пола на открытой террасе или балконе. ...печить надежную защиту и гидроизоляцию пола на... ...стойкостью к истиранию и вы... ...стойкостью к истиранию и выцветанию. Ладно, всем понятно, что мы наносим данный материал, в основном стараемся на такие места, где нам еще нужно, чтобы он не разрушался, либо цементный. Наносим мы его валиком, ну, либо шпателем, кому как удобно, и после этого первый слой, потом второй слой, и после этого уже эксплуатируем в полном объеме, как нам необходимо. То есть покрытие само эластичное, на фотографиях, вот если мы здесь, вот оно даже тянется, оно удлиняется до 500%, если я не ошибаюсь, вот, благодаря чему создает такой гидроизоляционный эффект. При помощи данного материала было сделано на нашем балконе в компании Zika, где-то примерно лет, года 4-5 назад, балкон, и по сей день это покрытие держится, не отвалилось ни от плитки, ни в швах, нигде. В общем, все полностью и выглядит идеально эстетически. Ну, естественно, там загрязняется, конечно, загрязняется, но при помощи тряпки, там, можно всю грязь эту убрать, и в дальнейшем он не выцвел, не выгорел, не потрещал. Очень хорошее покрытие. Спасибо всем за внимание, то, что прослушали наш курс по декоративным полам, прошли обучение. Извините за наши технические неполадки, будем стараться в дальнейшем их исключать. Очень жаль, что вы не посмотрели видео, мы так старались их снять для вас, разные системы. Как их наносить правильно, как они выглядят. Но, Иван, Анна вышлет всем ссылку на материалы для скачивания, все видео мы проверим, чтобы они работали, и вы их сможете дистанционно посмотреть. Наверное, если есть вопросы, я могу ответить. Если нет вопросов, тогда можем закончить на данном. Иван, один из вопросов был, мне кажется, интересный. Можно ли наносить полимерные полы на сухую стяжку? На полусухую стяжку? Да, Андрей на него ответил. Если у нас полусухая стяжка именно хорошей марки, то почему нельзя? Шлифуем поверхность, грунтуем и наносим. Только нужно обязательно обращать внимание на полусухих стяжках. Есть такая проблема, когда при нанесении, при помощи вертолета, ну, в принципе, это правильно, как правильно делают полусухие стяжки, их затирают вертолетом сверху и упрочняют только верхний слой. То есть, например, с 5 сантиметров могут упрочнить только сантиметр. И тем самым визуально будет казаться эта идеальная поверхность. А когда мы начинаем простукивать склерометром, то у нас показывают то, что прочности вообще абсолютно никакой нет. Хотя я говорю, что визуально выглядит просто супер. Наноси и все, и проблем нет. А уже вот то, что упрочнили сантиметр, а ниже все остается рыхло, такой раствор в таком рыхлом состоянии. То есть, он не имеет никакой прочности. На это нужно обязательно обращать внимание. И заставлять те, кто делают стяжку, чтобы они гарантировали, что марка будет не меньше М250. А так без проблем. Ну, все тогда. Будем заканчивать. О том уже более чем час двадцать шесть рассказываем. Видео все вы получите. Запись вебинара тоже будет. Спасибо за внимание и за то, что вы пришли и остались с нами до конца этого вебинара. Следующий вебинар у нас будет на следующей неделе. Ань, правильно я говорю? Да, верно, двадцать пятого числа. На него вы можете записаться также на нашем сайте zikhome.ru. Вебинар будет посвящен материалам для приклейки паркетных продуктов. Ну, паркета. Спасибо вам, что вы были с нами. И всем пока. Спасибо. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...